Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Президент подчеркнул, что несмотря на все попытки разобщить многонациональный народ нашей страны не получится. Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал. Экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются. Вызовы, с которыми мы столкнулись, показали наоборот, что это наша сила. Особая, всепобеждающая сила России. Глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов сегодня провел встречу с главой Ингушетии Махмуд Али Калиматовым. Он прибыл в нашу республику с рабочим визитом. Они обсудили перспективы межрегионального сотрудничества, социально-экономическое и культурное взаимодействие между регионами. Не только на государственном уровне, но и путем укрепления культурных связей, реализации проектов в сфере образования, молодежной политики. Я хотел бы спасибо вам сказать, что вы меня пригласили. И в то же время всем жителям республики передать огромный теплый привет с маленькой, доброй республикой Ингушетия. Где бы я ни был, что бы я ни делал, я слышал красоту Архиса, Дамбая и вообще люди, которые здесь живут. Люди здесь, которые живут, это самое доброе и красивое на этой земле. Спасибо большое, что приехали. Народы Ингушетии, Карачаева, Черкесии всегда много общались друг с другом, несмотря на то, что у нас нет общей границы. Но границы на Кавказе, они так стираются, когда общаются между собой люди. Я думаю, что такое же общение у нас не только на уровне органов государственной власти, оно в первую очередь будет на уровне простых людей, дружеников, тех людей, которые сегодня приносят благие дела в развитии наших республик и нашей большой страны России. Захоронение со спорами сибирской язвы в Ауле Беслиней находится под угрозой затопления. Такой вывод сделали сотрудники Россельхознадзора Республики. Уже много лет угроза распространения сибирской язвы остается высокой, а принятые меры недостаточны. Подробности у Али Баташева. То, что мы видим, это является сибирязным захоронением, которое находится непосредственно близ, где-то в одном километре от населенного пункта Аула Беслиней. И, как мы видим, он располагается где-то приблизительно в 55 метрах от устья реки Большой Зеленчук. На этом месте 31 год назад в бетонном саркофаге захоронили останки животного, зараженного сибирской язвой. Эта болезнь опасна как для животных, так и для человека. Стоит в одном ряду с такими заболеваниями, как чума, холера и имеет высокий процент смертности, говорят в Роспотребнадзоре. Споры сибирской язвы могут сохраняться в земле десятилетиями. Поэтому по действующему законодательству утилизировать скотомогильник можно лишь через 50 лет. В случае, если этот саркофаг будет размыт и разрушен, то если там сохранилась эта инфекция, вероятность такая существует, как я вам сказала, то это может быть вторичное заражение, вторичные почвенные очаги. То есть эта инфекция может быть отнесена куда-то по течению, на какие-то другие сельхозугодия, там, где будет крупнорогатый скот. И таким образом будет передача инфекции. В октябре этого года, после паводка, русло реки Большой Зеленчук раздвоилось. Вода приблизилась к захоронению на расстоянии около 4 метров, что явилась угрозой затопления и размыва объекта. Северокавказское управление Россельхознадзора выявило право нарушения и обратилось в администрацию. Аулы Беслиней, которая приняла меры. На сегодняшний день администрации сельского поселения сделано то, что вы видите вот эта дамба из гравия, что является ненадежной защитой от затопления. Дамба, как мы видим, она представляет из себя гравий. Это камни и песка опять при наводнении, что ее быстро размоют. И есть опять прямая угроза распространения, собирается на захоронение. Кроме того, на данном моменте мы видим, что непосредственная близость от захоронения, что протекает уже опять река. Скотомогильник расположен всего в 55 метрах от поймы реки. Меры, принятые администрацией аула Беслиней, недостаточны. Без проведения берегоукрепительных работ проблема не будет решена. Вода, несущая жизнь, может стать переносчиком опасного заболевания для жителей Карачева-Черкесии, Ставропольского края и других регионов страны, говорят сотрудники Россельхознадзора. Али Баташев, Расул Бердеев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Хабецкий район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия. Хабецкий район. Субтитры предоставил DimaTorzok. Мебельный салон «Слон». Широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. В Кисловодском цирке с 29 апреля. Цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Теперь автотранспорт из Армении можно официально зарегистрировать и получить российские номерные знаки. Для этого необходимо предоставить документы на машину и поставить на учет в ГИБДД. О том, какую документацию необходимо собрать и на что нужно обратить внимание при ввозе автомашины из Армении, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. В первую очередь, чтобы зарегистрировать свое авто, приобретенное в Армении, необходимо снять с учета и на него необходимо установить транзитные номера. Помимо этого, владельцам автомобиля при ввозе нужно предоставить в таможню пакет документов для дальнейшей постановки на учет в МРО ГИБДД. Автовладельцы, у которых есть все документы на автомобиль из Армении, могут спокойно пройти регистрацию и получить российские номерные знаки, отмечает начальник МРО Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии Джандар Байчоров. Чтобы на ввезенном из Армении автомобиле можно было ездить по дорогам общего пользования, требуется ряд документов для постановки на учет в ГИБДД. И, значит, это нужно, чтобы автомобиль был обязательно снят с учета в Армении, допустим. Снимается с учета. Он должен пройти одобрение типа транспортного средства. У него должно быть связи с безопасностью конструкции транспортного средства, то есть СБКТС называется, ОТТС, СБКТС. Страховой полюс, диагностическую карту я сказал ранее. И договор купли-продажи собственника, который будет регистрировать, ставить на себя на учет в Российской Федерации. Автовладельцам при регистрации машины нужно обратить внимание на то, что электронные паспорта транспортного средства непригодны для использования при регистрации в России. Поэтому свой автомобиль необходимо снять с учета в Армении. Также есть некоторые изменения в российском законодательстве, которые позволяют облегчить оформление соответствующих документов на авто. Временно до 1 июня 2023 года для физлиц упрощена регистрация ввозимых из-за рубежа автомобилей. То есть не требуется установки кнопки «Эреглоназ». То есть, если проще говоря, значит кнопка «СОС». Вот если вы обращали в машинах, есть наверху, где плафон, освещение салона. Пока обязательного по этому вопросу установки не требуется. Встречаются такие автомобили из Армении с измененной конструкцией руля с правой стороны на левую. В данном случае также необходимо предоставить документ об этих характеристиках. При переделке с правого руля на левый руль, вот это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, что было сделано в Армении, переделка, это должно быть обязательно для регистрации. Есть много, наверное, как на уровне слухов слышимо, что какие-то мастера переделывают сами, пересыпают там, переставляют. Это, конечно, очень сильно повлияет на безопасность дорожного движения. Могут создаться проблемы, потом оно не сертифицировано, оно не освидетельствовано, не получил свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Поэтому это могут создать определенного рода проблемы, касаемые жизни, здоровья и материального ущерба тоже. Получить необходимую информацию о регистрации авто из Армении можно у любого сотрудника МРЭО. Мы ответим на все интересующие вопросы граждан и дадим необходимую консультацию, отмечают сотрудники госавтоинспекции. Мы объясняем, что им делать для регистрации транспортного средства, с чем они должны обращаться к нам, до нас, куда они должны обратиться и что они должны получить. А после этого с этими документами в полном объеме они подходят к нам и мы уже разъясняем, если у них все совпадает, все соответствует, мы уже им оформляем и уже все действия с регистрационным действием связанным совершаем. Подобная процедура оформления касается не только машин, доставленных из Армении, но и из других стран, входящих в Единый Таможенный Союз. Али Халебшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Тем, кто родом из Советского Союза, хорошо знакомы эти ритуалы и символы. Вынос знамени по звуке горной и барабанную дробь, пионерские салюты, значки, пилотки и красные галстуки. В советское время, 19 мая, вся большая страна отмечала День пионерии. Это целая система воспитания. Детей приучали к дисциплине и ответственности и готовили ко взрослой жизни. А на деле получалось счастливое детство, о котором теперь многие взрослые вспоминают с ностальгией. Среди них и Фатима Даурова. В убратстве школьного двора сегодня царит красный цвет в интерьере и праздничное настроение среди его обитателей и гостей. Впервые воспитанники образовательного учреждения собираются стать настоящими пионерами. А их наставники утверждают, что бывших пионеров не бывает. Повязав один раз алый галстук на шее, навсегда остаешься причастным к великому детскому движению. Это было очень торжественно и волнующий очень был момент, потому что в пионеры принимали очень достойных ребят. Нельзя было попасть туда просто так. То есть надо было быть примером во всем, нужно было хорошо учиться, участвовать в общественных делах. Ну, в общем, быть всем примером. И когда мне повязали галстук пионерский, я была очень горда, и что вот я стала пионеркой. Это очень такие приятные воспоминания. Торжественная линейка, парадная форма одежды и красный галстук – символ единства трёх поколений. Октября от пионеров и комсомольцев. Ребята стоят в одну шеренгу, согнув руку, через которую переброшен галстук. Они уже выучили заповеди пионеров. Обещали верно хранить традиции и добрых дел, жить с пользой для себя и на радость людям. Быть честными, хорошо учиться, стать достойными гражданами своей малой и большой Родины. Клянёмся! Сегодня в роли вожатых, которые обычно повязывают галстук младшим товарищам, члены регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Кемал Бытаев вспомнил тот день, когда он стал пионером. Меня принимали в пионеры в 1985 году. Для меня это была большая честь тогда. Вы знаете, мы тогда, можно сказать, не снимали красный галстук. Потому что нас воспитали, что это была частица красного знамени, которая победила в Великой войне. И мы гордостью носили этот галстук. Я думаю, что наши дети, которые сегодня вступают, точно так же будут с гордостью носить эту частичку нашего красного знамени. Атрибуты пионерской жизни. Горн, который созывал ребят сигналами на походный марш, на линейку, на сборы. И его музыкальный друг-барабан, сопровождавший строй в ходе шествий и парадов, уже осваиваются новоявленными пионерами. Если друга хочешь встретить, на рассвете вместе с солнцем выходи. Пионер шагает по планете, открывая все пути. На свой пионерский путь сегодня встали 10 воспитанников коррекционной школы первого вида города Черкеска. Торжественно отдав клятву и сказав, всегда готов. Фатима Дорова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первый выпуск нового сезона шоу «Удивительные люди». Всего доброго, до встречи.